здравствуйте подписчики канала и все кто интересуется лекарственными грибами сегодня мы продолжим ознакомление с лекарственным грибом трутовик клубненосный и я представляю вашему вниманию краткий обзор научных публикаций посвященный его лекарственным свойствам и вы узнаете о возможности применения трутовика клубненосного при заболеваниях связанных с повышенным содержанием холестерина чтобы посмотреть другие ролики с участием данного гриба необходимо находясь на моем канале в youtube воспользоваться плейлистом трутовик клубненосный или найти их на моем авторском канале в одноклассниках текстовое сопровождение публикации ссылки на научные работы вы можете найти непосредственно под данным роликом итак в а айер и соавторы представляющие химический факультет университета альберты канада публиковали работу химическое исследование метаболитов канадского полипорус туберастер были исследованы метаболиты канадского гриба полипорус клубненосный из грибов с помощью спектроскопических методов и ретгена структурного анализа был выведен десятичленный лакту-нокту колит получены эргостерол пероксид эргостерола и несколько не идентифицируемых производных эргостерола и дисахарид питание человека эргостерол представляет собой провитаминную форму витамина d2 следующая работа б мерит и соавторы представляющие университет пердью индиана сша опубликовали работу синтез токолида нового ингибитора биосинтеза холестерина сообщается что биосинтез холестерина это образование в живом организме органического спирта холестерина стероидной природы синтез холестерина происходит клетках печени 50 процентов кишечнике и коже холестерин это органическое соединение природные полициклистический липофильный спирт содержащийся в клеточных мембранов всех животных в том числе и человека холестерин нерастворим в воде растворим в жирах и органических растворителях холестерин легко синтезируется в организме из жиров глюкозы аминокислот за сутки с пищей поступает около 0,5 грамма холестерин обеспечивает устойчивость к клеточных мембран в широком интервале температур он необходим для выработки витамина d выработки надпочечниками различных стероидных гормонов включая кортизол альденостерон половые гормоны эстрогены прогестерон то есть тостерон желтых желчных кислот при так при этом избыток холестерина так называемая гиперхолестеринемия приводит к атеросклерозу сосудов при котором например может произойти холестериновая эмболия сообщается что из грибов полипорус туберастер то есть трудовик клубменосных был выделен и синтезирован токолит или декористриктин d который сильно ингибирует то есть угнетает биосинтез холестерина геингибиторы это вещества подавляющие или задерживающие течения физиологических и физико-химическим главным образом ферментативных процессов таким образом грипп может найти применение борьбе с гиперхолестеринемией и некоторых других заболеваний например сахарный диабет гипотиреоз глумерулонефрит который сопровождается повышением концентрации холестерина в крови под гиперхолестеринемией понимается нарушение липидного состава крови который сопровождается повышением ней концентрации холестерина причинами возникаем возникновения данного заболевания является неправильное питание генетическое отклонение кроме того прием ряда лекарств таких как глюкокортикоиды гормональные контрацептивы бета-адреноблокаторы также могут приводить к данному заболеванию применение в народной медицине по настоящее время нет фактических данных о применении трута и как кубниносного в народной медицине но с учетом вышеуказанных научных данных этих исследований а также с учетом съедобности гриба и его хороших ароматических качеств ничего не мешает применять данный гриб в виде сухого порошка при заболеваниях связанных с повышенной концентрации холестерина в крови путем добавления порошка в еду на сегодня у меня все до новых встреч на канале и и и и и и и и и